Как Илон Маск расслабился в прямом эфире и почему Меган Маркл решила вернуться в кино? Обо всем этом прямо сейчас. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск решил расслабиться в прямом эфире радиопередачи и покурил марихуану. Бизнесмен стал гостем ведущего подкаста в Джо Рогана. Маск отметил, что раньше никогда не употреблял наркотик и переспросил, законно ли это делать. Однако ведущий заверил, что в Калифорнии, где состоялась двухчасовая встреча, марихуана легализирована. Поэтому закон миллиардер не нарушил. В Нью-Йорке состоялась неделя моды, где главной темой показа стали диснеевские злодеи. Дизайнеры подошли к вопросу ответственно и создали костюмы, которые максимально подчеркнули героев из разнообразных мультфильмов. Во время часового показа на подиум вышли модели, чьи дизайнерские вещи напомнили зрителям о главных злодеях, таких как, к примеру, морская ведьма Урсула из анимационного фильма «Русалочка» и Старвелла де Виль 101 «Далматинец». Вдохновили модельеров и эпатажные образы певиц Леди Гаги и Ники Минаж. В Британии грузчики из аэропорта Хитро устроили необычный танцевальный флешмоб в память о легендарном певце Фредди Меркьюри. В ярко-желтых костюмах и с чемоданами в руках они исполнили танец под известную композицию «I want to break free». Постановкой номера занимался известный хореограф, а зрителям флешмоба стали пассажиры пятого терминала, где Фредди Меркьюри работал незадолго до того, как основал группу Queen. Один из основателей «Битлз» Пол Маккартни возвращается на сцену с новым музыкальным альбомом. Это 17-й по счету сборник песен 76-летнего кавалера Ордена Британской империи и первый, выпущенный за последние пять лет. В нем 16 треков. В честь этого события Маккартни даст онлайн-концерт, который будет транслироваться в Ютубе в ночь на 9 августа. Почтовая служба США выпустила памятную марку, посвященную Джону Ленону. Презентация прошла в Центральном парке Нью-Йорка. На марке Ленон изображен в своих знаменитых круглых очках и с ерошенными волосами. Фотография была сделана в 1974-м для пятого сольного альбома музыканта. На мероприятии присутствовали вдова музыканта Йоко Оно, его сын Шон Леннон, а также сотни поклонников группы Битлз. Новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл возвращается в кино. Впервые с момента свадьбы герцогиня Сасакская появится в документальном фильме о Елизавете II, который выйдет в прокат уже в следующем году. Картина будет состоять из двух частей и расскажет о глобальном влиянии королевы Елизаветы II на мир. Раскроют режиссеры и некоторые интимные стороны жизни королевы. В частности, поведают об отношениях со внуками принцем Уильямом и Гарри. Субтитры создавал DimaTorzok